По информации об основе гидрометроцентра, наибольшей значительной снегопады на протягу опущенных суток означались у Житковичек, Васильевичек, Речицы и Гомеля. У Речицы, например, выпала полуторадекадная норма опадков. У Гомеля пятидённая, наибольшей значительной высшей снежной покровы означена у Житковичек, около 40 сантиметров. У Гомеля 34, у городского поселка Октябрьский 33. Мостный снег и снежные заносы прогноз на эти сутки был не самый сприяльный. Причем особливо значительные снегопады начались минулой ночью, в связи с чем специализованное предприемство были вымышены заденежить усе резервы. Дорожных околапсов, увы, не куна Гомельшине не сдарывался, а ли на особных участках от водителев потребовался максимальная концентрация уваги. Пассажирский автобус со Светлогорска накировался у Гомеля у 7 годины ранницы, на кончатковый пункт прибыл свои часы, а ли вытармыть график оказался непросто. Перед Днепром, на мосту, там вообще боковой ветер, и первую полосу отбойники, во-первых, стоят, и оно за отбойники наметено, полночу полосу заметено. Трудная дорога. В связи с мостными снегопадами сопротивленники Министерства по надзвучайных ситуациях хотят звертать увагу на стан линии электропередач, которые могут быть пошкоджены мокрым снегом, а так само не парковать автомобили, когда древ. По областной дежу автоинспекции в уголе рекомендуется часово отмываться от выкористания властного транспорта, когда заработать это немогче, выбирать беспечную худкость и дистанцию, и не изъяснять резкие маневры. По стану на 11 година ранницы, только у Гомеля было зарегистровано 9 дорожно-транспортных зарений, у выкликанных неспрояльным надворием. В связи со сложными погодными условиями на территории Гомельской области госавтоинспекция вела план «Снежные заносы». Весь личный состав госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы. Сотрудники ориентированы на оказание всемирной помощи участникам дорожного движения, которые из-за непогоды могут оказаться в сложной дорожной ситуации. А также сотрудники ГАИ, экипаж ДПС, сопровождают звенья снегоуборочной техники и помогают в очистке трасс города от снега. Непосредственно у Гомеля для уборки дорог и тротуаров задельничана вся техника. Снег расчищаются, но вот машины, призначенные для перевозки воды, их оснастили специальными процессованиями. При этом сами водители працуют с минимальными перепынками. У Державного предприятия по утроманию дорог Гарсап яны сели за руль, я еще 8 годин ранницы другого соковика. До 17 где-то работать, до 18 так, потом перерыв, отдохнуть, перекусить. И где-то часа в три мы выехали на вторую чистку. Вот, а здесь уже работаем без этого самого. Ну, час только на обед встали. Олег Синчаров, Йогин Макеенко, Телерадо Компадия Комик.